Приветствую вас. Ну, знаете, вот, пожалуй, есть в вашем сообщении некоторая, на мой взгляд, неточность. Ну, как, неточность, я бы сказал, не я. Вы говорите, что, значит, у вас есть подруга, с которой мы познакомились в январе 16-го года. Я ей доверял, все рассказывал. Вы знаете, ну, по сути год прошел, как вы эту подругу знаете. В каком моменте вы познакомились, познакомившись с ней, начали ей все рассказывать. Если вам 26, соответственно, тогда вам было 25, и получается 25 лет, вы познакомились с девочкой другой, младше вас, и начали ей все рассказывать. Почитав ее своей подругой. А других друзей, более проверенных временем, у вас нет? Или если есть, то почему вы не доверяете им? Или если, а если нет, то почему нет? Как-то странно, что в 25 лет, познакомившись с человеком, вы, меньше чем за год, начинаете ему доверять и рассказывать абсолютно все. Да еще и знакомитесь со своим парнем. Ну, знакомиться со своим парнем, ну ладно, это нормально. Но вот рассказывать и вам все подмечать за год, уже будучи взрослой, и по идее, имея других друзей, это странно. Поэтому, этот вопрос, я думаю, нужно выделить отдельно. То есть, как вы определяете, что можно доверять людям, а что нельзя, а когда нельзя? С какого момента вы начали рассказывать, что этой подруге, и почему? Значит, были ли у вас до этого друзья? Если да, то, что с ними случилось. Далее, вы пишете, вы пишете, я жила с двумя своими друзьями, и один из них мой бывший пар. Наши отношения закончились, а друзья скинулись. Значит, ну, можно предположить, что вы жили со своими, двумя своими друзьями, правда, где жили, как жили, вместе, что ли, тоже не очень понятно. Значит, ваши отношения закончились на трудочкой ноте, смогли сохранить дружбу, вы молодец. Она знала о наших с ним отношениях, как я его любил. Как-то вы ее, я так понимаю, пригласили в гости и познакомила между собой. Опять же, вы здесь не соблюдаете хронологии. Вы познакомили их между собой уже после того, как вы расстались, или до того, как вы расстались. Это очень важный момент. Потому что если до того, как вы расстались, это одно, если после, то, по сути дела, ничего плохого ни ваша подруга, ни ваш друг не сделали. Так получилось, что они начали общаться у меня за спиной и спали друг с другом. Я узнала это и не придала этому значения. Тоже непонятно. Если они начали спать между друг с другом до того, как вы расстались с парнем, а почему вы не придали этому значения? Ну, непонятно. Если после того, как вы расстались, то почему вы вообще придали этому какое-то значение? Ведь мы уже не вместе, и как бы сильно вы не любили этого мужчину, он уже не с вами. И он может делать все, что хочет. И ваша подруга, зная, что он свободен, может так же с ним вступать в отношения. Да, это вопрос морали. Но формально ваша подруга может это делать. Поэтому здесь не очень понятно. Почему вы не сказали ничего, если это было до того, как вы расстались? Почему вы промолчали? Что заставило вас промолчать? Далее. Значит, вы не показывали им, что вам от этого не хорошо. Почему не показывали? Опять же, какой вы находились ситуации. То есть, если до расстаргания, то получается, что вы просто принижали себя, показали, что на вас можно не обращать внимания. Если после, то вас играло чувство собственничества, может быть, немножко эгоизм и невозможность самой жить своей жизнью. Что, кстати, тоже нужно обязательно спрашивать. Почему? Расстались вы с парнем на дружеской ночи? Что вам мешало жить дальше? Далее. Значит, мы вдвоем. С кем вдвоем? Ну, наверное, с бывшим парнем. Опять же, непонятно, зачем. Вот, понимаете, вы пишите, мы вдвоем переехали в Москву, и я перестал с ней общаться из-за предательства. Но простите. Опять же, непонятно, вы расстались с мужчиной или нет до переезда в Москву? Если вы расстались с ним, то зачем вы приезжали в Москву? Если вы не расставались, то как не могли простить мужчине измену вам? Это что, вы настолько не уверены в себе или что? Каков мотив вашего поведения и каковы обстоятельства ваших поступков? Даже, я не сказала ей, почему не хочет мне общаться. Почему не сказали? Тоже непонятно. Ну, сказали бы прямо. Что вам мешало сказать? Какую цель вы преследовали? Чем руководство в этой ситуации? Она в мое день рождения написала смс с изменениями и говорила, что все поняла. Я ее простила, но сказала, что доверия моего к тебе нет, его нужно вернуть. Она делала какие-то шаги к тому, чтобы вернуть ваше доверие. Вы видите, что она изменилась? Вы видите, что ее поведение стало другим? Сейчас мы с ней сняли вместе квартиру, и я понимаю, что не хочу знакомиться со своим партнером. Зачем вы сняли с ней квартиру, если вы ей не доверяете? Когда вы с ней помирились? Когда вы с ней начали общаться? Это все остается как бы за кадром. Значит, я не могу знакомить ее с парнем своим, потому что не уверена в ней. Опять же, то, что вы не можете знакомить ее со своим парнем, с одной стороны, ваше личное дело, с другой стороны, зачем он знакомит ее со своим парнем? Для чего? Если у вас есть парень, снимаете квартиру и живете с парнем отдельно в квартире. Хоть не будете с парнем, например, жить в квартире, где еще и ваша подруга живет. Это в любом случае не очень хорошо. Здесь тоже непонятно. С другой стороны, в зависимости от тех обстоятельств, которые я вам назвал, и в зависимости от прояснения тех вопросов, которые я задал, можно будет говорить о том, чего ждать от вашей подруги. Но в любом случае, вы в себе не уверены. Вы не в ней не уверены, а в себе. Понимаете? Подруга, подруга, она не сможет соблазнить мужчину, если он вас любит, если он хочет быть с вами. А он с вами будет хотеть быть только в том случае, если вы будете той, кем он хочет вас видеть. То есть вы станете для него единственной женщиной. И в итоге все упираются в вашу модель женского поведения, в вашу уверенность в себе и в осознание того, что если мужчина вам изменил, то значит он вас не любил никогда или не уважал. И значит, такой мужчина вам не нужен. А вы говорите про уверенность в ней. Ну вы серьезно думаете, что подруга одна виновата в том, что, например, ваш бывший парень вам изменил? А почему вы про него ничего не говорите? Почему вы не говорите о нем ничего, о его ответственности? Или вы думаете, что она его насильно принесла к сексу? В этот момент вы выпускаете из виду. Вы пускаете из виду, что в измене присутствует два человека. И один из этих людей ваш парень, ваш мужчина. И изменяет он вам, потому что что-то его с вами не устраивает. И именно об этом нужно подумать. Мужчина, который любит свою женщину, оказавшись в компании других, никого из них воспринимать как женщину не будет. Потому что у него есть одна единственная. И вопрос, можете ли вы быть одной единственной? Вот об этом нужно подумать. Далее, значит, постоянно переживаю на этой почве, опять же, тревожность, неуверенность в себе, сомнения, страхи. Все это вами движет. Вот почему вы переживаете? Потому что вы боитесь мужчину потерять. Из-за того, что вы боитесь мужчины потерять, у вас образуется чрезмерная мотивация к тому, чтобы быть с ним. Чрезмерная мотивация быть с ним влияет на ваше поведение, и вы в нем растворяетесь. В мужчине я имею в виду, из-за чего вы теряете свою самобытность и теряете свою ценность по отношению к нему. Мужчине не нравится, да вообще никому не понравится, когда в нем растворяется. Это заставляет видеть в человеке себя, а это неприятно. Скажите, вы боитесь мужчину потерять? Давайте подумаем. Почему вы боитесь его потерять? Как вы воспринимаете потерю у мужчины? Что она для вас значит? Вам 26 лет. Вы уже взрослый, серьезный человек. И полагаю, отношения вы строите именно такие же. Простите, люди 26 лет не ведут себя как подростки, увлекаясь за первой встречной юбкой. И если вы серьезный человек, значит, и ваш мужчина тоже серьезный человек. А получается, что нет. Получается, что вы не уверены в себе, и значит, вы не уверены в мужчине. Почему? На этот вопрос для меня нужно искать ответ. С вами. Дальше, значит, что мне нужно сделать? Знаете, вот вы говорите, пообщаться с ней, что конкретно сказать? Меня чувствует неспокойство. Беспокоит, я устал переживать и думать о том, что она его повторит много раз. Это повторит много раз. Ах, люди не меняются. Что именно повторить много раз? Также непонятно. Но могу вам сказать так, что во-первых, люди могут измениться. Особенно в 22 года, в 23 года люди могут измениться. Это первое. Второе. Вам не с ней нужно разговаривать. Вам разговоры с ней ничего не дадут. Это просто слова. Вам нужно работать над собой, над своей уверенностью и над снижением мотивации быть с мужчиной. Вот и все. И когда вы будете уверены в себе, когда вы не будете бояться потерять своего плана, когда вы будете понимать, что измена это не заслуга одного человека, а двух людей, когда вы будете понимать ответственность не только вашей подруги, но и мужчине своего, тогда у вас по сути дела появится понимание. Доверь, если мужчина захотел вам изменить, неважно с кем. Это может быть подруга. Может быть кто-то ищет. Это значит не ваш человек. И хорошо, что он изменил вам. Он изменил вам, показал вам, что он не ваш, и вы идете дальше. Не тратите время на него. Потому что такие отношения, они рано или поздно бы закончились. И отсюда вывод, что разговаривать с подругой вам не имеет смысла. Вам нужно свои собственные страхи и свои собственные переживания проработать как следует. Да, и вам станет просто все равно, что делать, говорит ваша подруга. Ну, а с ней вы можете, а с ней, если вы поговорите, вы проявите себя неуверенно. И это обеспечит соблазн для вашей подруги вновь это повторить. Пока вы не говорите, вы уверены в себе. И подруга знает, что вы не сомневаетесь в себе и в своем паре. А значит, будет воздерживаться от того, чтобы повторить свой проступок. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего-всего самого доброго и удачи. видите, Продолжение следует...